Станислав Бондаренко и Аурика Они познакомились в 2016 году. Стас занимался в мотошколе. Изначально пришёл туда в рамках прочего проекта. Но вся эта история с мотоциклами так его затянула, что он решил продолжить обучение. Как-то летом он просто листал Инстаграм и вдруг увидел на странице мотошколы фото девушки. Его что-то кольнуло, и он подумал, какая красивая. Показал фото другу и попросил выяснить, кто это. Через какое-то время друг сам ему позвонил, сказал, что сейчас она в школе. И он понял, что момент упускать нельзя. Попросил задержать её, а сам помчался туда. Когда он приехал, Аурика уже заканчивала урок и пыталась сфотографироваться. Он подошёл, предложил помочь с этим. В итоге они разговорились. Стас рассказывает. Мне изначально нравилось в Аурике абсолютно всё. Это было как-то интуитивно понятно, но особенно важным оказалось её отношение к жизни и моей профессии. Когда мы начали встречаться, я прямо спросил её. Ты ревнивая? Потому что в моей профессии очень важно, чтобы вторая половинка относилась с пониманием к тому, что бывают съёмки и спектакли, постоянно приходится работать с разными партнёршами, бывают романтические сцены. Люди из профессии это понимают, но я не знал, как отнесётся к моей работе человек, далёкий от актёрства. К счастью, Аурика оказалась абсолютно неревнивой. На момент их встречи Станислав Бондаренко был в разводе. У него рос сын, но он хотел ещё детей. И они с Аурикой договорились, что какое-то время поживут вместе и посмотрят, подходят они друг к другу или нет. Он изначально был ориентирован на серьёзные отношения и рождение детей и был уверен, что Аурика станет прекрасной мамой. Актёр сразу понял, что Аурика именно та самая девушка, рядом с которой он чувствует себя счастливым. В ноябре 2017 года у влюблённых родилась первая дочь – Алексия. А в марте 2019 года Аурика подарила любимому вторую дочь – Микаэлу. В 2019 году Станислав и Аурика узаконили свои отношения, хотя штамп в паспорте Бондаренко не считает самым главным. Секретом счастливых отношений Стас Бондаренко считает баланс и совместимость двух людей. В их семье он взрывной, эмоциональный, но отходчивый и не может долго находиться в ссоре. А Аурика мягкая, нежная. Она никогда не обостряет конфликт. А Аурика добавляет к этому, что в семейных отношениях главное – это любовь и преданность. И если Стас завтра ей скажет «Собирай вещи, бери детей, мы уезжаем жить в Антарктиду», она соберётся и поедет. Видимо, она такой человек, ей нравится следовать за лидером. Но всё равно она думает, что в любых отношениях самое важное – слушать и слышать друг друга. Несмотря на своё амплуа героя-любовника, Станислав всегда мечтал о большой и дружной семье. И с Аурикой эта мечта осуществилась. По словам самого актёра, он наслаждается ролью мужа и отца. И всегда верен своей жене. Как приятно смотреть на счастливую пару, у которых глаза блестят от любви. И хочется пожелать этим двум любящим людям счастья на долгие годы. Станислав часто признаётся в любви своей супруги на страницах своего Инстаграма. Отдыхать они ездят всей семьёй. Актёр – хороший и заботливый отец. Он много времени проводит со своими детьми. Станислав Бондаренко хочет помочь девушкам определить истинность чувств их избранника и даёт несколько советов. По словам артиста, следует обратить внимание на три чувства. Первое. Нежность. Это не значит, что мужчина с серьёзными намерениями ведёт себя постоянно, как милый плюшевый котёнок. Нежность проявляется в заботе, уважении, трепетности и внимательности. Даже самый холодный и авторитарный партнёр может дать слабину и растаять при виде любимой женщины. Спросит, как прошёл день, сделает ей чай, с удовольствием выслушает весь её рассказ о склочной коллеге, обнимет, даст свою куртку. Второе. Ревность. Серьёзно настроенный мужчина, даже если он очень самоуверен, будет ревновать свою избранницу. Он может тщательно скрывать это. Но любая женщина всегда почувствует его напряжение во взгляде или позе. И третье. Восхищение. Влюблённый мужчина всегда восхищается своей избранницей. Неважно, сколько времени они уже вместе, при удобном случае он подчеркнёт её достоинства и отметит внешний вид. Умение готовить, грамотно говорить, помимо этого, мужчина с серьёзными намерениями всегда уважает свою спутницу, уважает её выбор, позицию, мнение, даже если его взгляд на вещи противоположнее. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова